Дорогие друзья, я рада вас приветствовать. Зовут меня Пахомова Инна Григорьевна. Я врач, гастроэнтеролог, гипотолог, терапевт со стажем более 23 лет. Также я являюсь кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры факультетской терапии Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова, преподаю гастроэнтерологию для студентов и врачей постдипломного образования. И сегодня мы поговорим с вами на очень важную тему, это тему болей в животе. Потому что действительно боли в животе это достаточно распространенная и наверное одна из самых частых жалоб, которые предъявляют пациенты с патологией желудочно-кишечного тракта. И вот здесь хотелось бы подчеркнуть, что ведь этот признак, этот симптом или синдром даже лучше сказать, он достаточно распространен в принципе по всему миру и во всех популяциях. Но есть все-таки некая особенность, вот например такие экспансивные, эмоциональные, темпераментные итальянцы, испанцы, они например чаще испытывают боль в животе. Те же американцы тоже, потому что опять же влияет в том числе и факт питания. А вот например сдержанные японцы испытывают боль в животе значительно реже, потому что например психосоматические компоненты здесь не вносят свой вклад, ну и плюс питание у них совершенно другое. То есть все-таки есть некие вариации. Россия занимает такое усредненное положение. Тем не менее это все-таки очень важный симптом, который в принципе должен вас заставить обратиться к врачу, потому что появление боли в животе это по сути звонок, звоночек такой, а может быть уже действительно и звонок, который говорит о проблеме, которая возникла либо с органами желудочно-кишечного тракта, либо с органами забрюшинного пространства или с органами малого таза. Все еще конечно же будет зависеть от того, где эта боль локализуется и об этом мы поговорим. Но у нас например у врачей бывает очень сложно определиться с причинным фактором появления болевого абдоминального синдрома или боли в животе. И иногда временной интервал между появлением жалоб и по сути постановкой диагноза может занимать очень длительное время. Вот например даже статистика ВОЗ говорит о том, что это где-то 8, даже 37 недель. И конечно безусловно диагностика должна быть достаточно точной. И например некоторые органы, несмотря на то, что мы находим даже незначительные органические изменения, не всегда удается поставить точный диагноз с учетом существования, например, не одного заболевания, а сразу нескольких. Тем не менее давайте все-таки поговорим, какие же бывают причины боли в животе или болей в животе. Ну это такие две значимые группы. Первая группа это органические причины, то есть это такие серьезные органические заболевания, например, воспаление внутренних органов, боли связанные с патологией желчного пузыря, например, желчно-каменная болезнь, боли связанные с патологией желудка, например, язвенная болезнь, кишечника, боли связанные, например, с нарушенной работой почек и так далее. Это могут быть даже более серьезные заболевания, например, перитонит. Случился аппендицит с перитонитом, Конечно, это будет серьезный болевой синдром, это могут быть какие-то обструкции, это могут быть даже ишемические изменения в органах пищеварения. То есть причин очень и очень много. И, конечно, если есть органические изменения, это нужно выявить вовремя для того, чтобы в дальнейшем не развились те или иные осложнения. Вот как я уже и привела пример. Например, аппендицит, осложнение перитонит и так далее. Но немаленькая, кстати, группа и функциональных причин. И на сегодняшний день нарушение двигательной функции, например, какие-то спастические сокращения мышц, какие-то гипотонические, то есть нарушение моторики, может быть даже повышение внутриполосного давления и так далее. То есть растяжение стенок полого органа. Это тоже значимая причина, которая приводит к появлению болей в животе. Но обычно все-таки функциональные боли, они не имеют никакой органической патологии в плане именно изменений со стороны тех органов, которые провоцируют эту боль. Поэтому, конечно же, функциональные боли, это чаще пациенты, например, с синдромом раздраженного кишечника, с функциональной диспепсией, с дискинезией желчевыводящих путей и так далее. Вот это тоже очень и очень важный момент. Теперь хочу обратить ваше внимание также на то, что если мы и рассматриваем органическую боль, то и здесь не все так просто, потому что эта боль может быть висцеральная, например, связана именно с изменением со стороны внутренних органов. И здесь, конечно же, принципиально понимать, а где эта боль локализуется. Вот если это висцеральная боль, нередко орган точечно, в принципе, ведь не болит. И бывает так, что боль может быть не локализована в конкретном месте, а быть более такой обширной. И бывает наоборот, даже локализуется не совсем там, по причине которого органа она появилась. Но здесь помогают обычно спазмолитики. А вот если речь идет, например, о соматической боли, то есть когда включаются не просто внутренние органы, и в частности, например, органы желудочно-кишечного тракта, а когда включается еще и такая оболочка, покрывающая эти органы, например, брюшина, вот здесь уже возникают очень сильные боли. И я уже вам приводила пример, например, тот же перитонит. Вот эти боли, они, конечно же, не будут купироваться никакими спазмолитиками. И, кстати, анальгетики при абдоминальных болях, при болях в животе категорически принимать запрещено. Какие еще бывают боли? Боль отличается по характеру, по выраженности, да, и по тому, как она себя проявляет и когда появляется. То есть боль может быть острая, то есть вот она появилась, острая, сильная боль. И боль хроническая, чаще всего она менее интенсивная, она может постепенно нарастать и длиться какое-то время. Бывают ситуации, когда хроническая боль достигает нескольких месяцев, но поскольку она беспокоит не так выраженно, то есть нет вот такой значимой интенсивности, многие из вас даже не обращаются сразу к врачу, а пытаются ее купировать какими-то своими средствами и способами. Но что еще очень важно? Конечно, характер боли нужно понимать. Если это схваткообразная, сильная боль, некоторые рассказывают, да, скрутила живот, схватила и так далее, конечно же, это повод обратиться к врачу. Если вы принимаете спазмолитик и нет эффекта, безусловно, это повод обратиться к врачу. Тем более, если эта боль возникла внезапно и она очень сильно нарастает и беспокоит. Если же это боль хроническая, конечно, тоже нужно обратиться для того, чтобы найти причину, но эта боль, в общем-то, наверное, терпит в плане временных рамок. Далее, боль бывает, допустим, тупая, ноющая, иногда рассказывают, монотонная. Но чаще всего это, конечно же, характерно именно для хронического варианта болей. Теперь давайте поговорим, а как определить, какой все-таки орган может давать подобную боль. Потому что ведь локализация боли в животе может быть абсолютно разная. У нас, в принципе, живот делится на 9 областей. Но если говорить по этажам, образно, да, у нас есть такой верхний этаж, это вот такая большая эпигастральная область. У нас есть нижний этаж, где располагаются органы малого таза и часть все-таки желудочно-кишечного тракта, а именно петли кишечника. И у нас есть такая средняя область, где у нас располагается кишечник в основном, да. Если говорить о забрюшинном пространстве, то это еще почки. Поэтому, если, например, у вас появилась боль в правом подреберье, то есть это получается верхний правый квадрант или верхняя правая область, то, конечно, о чем вы подумаете? Подумаете, что страдают те органы, которые находятся в правом подреберье. Ну, мы с вами знаем, что печень не болит, она не имеет болевых рецепторов. И боли, связанные с патологией печени, появятся только тогда, когда печень будет значительно увеличена в размерах и произойдет растяжение ее капсулы. А вот если говорить о болях в правом подреберье, то чаще все-таки мы в первую очередь думаем о патологии желчевыводящих путей, о дискинезиях желчевыводящих путей. Но эта боль имеет свои характеристики. Это боль по длительности более 30 минут. По интенсивности она, конечно, может быть разной, но чаще нарастает. И появляться может, в принципе, и в разное время. И нередко, кстати, беспокоит ночью. Она никак не связана ни со стулом, ни с газообразованием, ни с переменой положения тела. И уж тем более нет ответа на антисекреторную терапию. То есть, например, на прием препаратов, которые влияют на снижение секреции соляной кислоты, ни на прием антоцидных препаратов. А вот спазмолитики, да, могут эту боль облегчить. Если, например, возникает боль в левом подреберье, то есть это получается левый верхний квадрант, то что у нас там расположено? Хвост поджелудочной железы, там же у нас желудок, да, там же у нас петля толстой кишки, так называемый селезеночный угол. И в этом месте боль может быть связана, конечно, как с патологией желудка, так и с патологией кишечника. Особенно если есть выраженное растяжение петель кишечника. Хвост поджелудочной железы как таковой не болит. И боли при хроническом панкреатите, они проявляют себя немножко иначе. Чаще всего все-таки это эпигастральная область. Хотя в некоторых случаях может затрагивать и часть левого подреберья. Да, может быть с радиацией, опоясывающей. Это немножко другая ситуация. Если боль в собственной эпигастральной области, это такой верхний квадрат по центру, конечно, там расположен желудок. И первое, что нужно исключить, это все заболевания желудка. В том числе язвенную болезнь, гастрит. Вот про гастрит сразу скажу. Гастрит практически никогда не болит. И диагноз гастрита устанавливается не по болям в животе, в эпигастральной области, а морфологически, кистологически. А что же тогда может болеть вверху, вы скажете, в собственной эпигастральной области? А чаще всего боли бывают при функциональной диспепсии. Это такая функциональная патология, которая сопровождается, или точнее появляется на фоне нарушения моторики органа. Вот и все. Но, если, предположим, у вас появилась боль, и пусть она сначала даже не выраженная, но связана с приемом пищи, либо она голодная, либо когда вы и покушали, она проходит, либо наоборот, вы поели, и боль сейчас какое-то время появляется. Да, это может быть патология желудка, это может быть патология поджелудочной железы, безусловно. И вдруг в какой-то момент боль резко усилилась, или наоборот, приобрела какой-то монотонный, но постоянный характер. Не тяните с походом к врачу. К врачу нужно пойти обязательно, потому что здесь возникают риски серьезных осложнений, как по развитию онкологического процесса, так и по каким-либо осложнениям. Например, осложнение язвенной болезни в виде перфорации или пенетрации. То есть прорастание в другой орган. Поэтому это имеет очень важное значение. Если мы говорим о болях в нижней части живота, ну, допустим, нижний правый квадрант, правая подвздошная область. Вот здесь стоит задуматься. Там расположен аппендикс. Поэтому, конечно же, боль в правой подвздошной области это боль, которая требует в первую очередь исключения аппендицита. И я хочу обратить ваше внимание, что за последние годы нет таких ярких клинических картин, как раньше при аппендиците. Не всегда бывают вот такие острые боли. Но если все-таки боль в правой подвздошной области беспокоит, пусть она даже монотонная, может быть, она периодами схваткообразная, может, она и радиирует спину. Это повод обратиться к врачу. Там же расположена толстая кишка и, в принципе, переход тонкой кишки в толстую. Может быть и патология подвздошной кишки, слепой кишки, то есть любое заболевание кишечника, которое также требует диагностики, ну и принятие решения уже по лечению. Если спазмолитики помогают, то, вероятнее всего, это какое-то моторное нарушение кишечника, возможно, синдром раздраженного кишечника. Но, например, при выраженном вздутии петель кишки действительно может быть очень такой прям по интенсивности выраженный болевой синдром, и спазмолитики тоже могут не всегда помочь. Поэтому в любом случае вы идете к врачу. Левая подвздошная область. Там тоже расположена кишка, и здесь обязательно нужно обратиться к врачу для того, чтобы исключить не просто патологию, которая может быть, например, даже какие-то воспалительные заболевания кишечника, но в том числе онкологический процесс. Кстати, в левой и правой подвздошной области, ну где-то на границе между серединкой, там, где есть надлобковая область, там у женщины расположены яичники. И тоже, если это связано с циклом, нужно пойти к гинекологу. В нижней части живота у нас расположен мочевой пузырь. Да, здесь тоже очень важно. Если есть, например, связь с мочеиспусканием, лучше обратиться сразу к урологу. Если говорить о срединной части, да, вот эта срединная область, то есть околопопочная область, левый и правый фланг, или вот левые и правые боковые области, то давайте посмотрим. В околопопочной области это тонкая кишка, поэтому, вероятнее всего, боль связана именно с изменением в тонкой кишке. С любыми процессами, может быть, нарушение переваривания и всасывания, может быть, синдром избыточного бактериального роста, могут быть, в принципе, какие-то заболевания тонкой кишки, в том числе и болезнь крона. Но при болезни крона боли тоже бывают не всегда, вот изменение стула может быть, а может и нет, то есть у всех бывает все индивидуально. Левый и правый фланг, что там расположено? Почки. То есть боль может быть обусловлена как патологией почек, например, пилонефрит, и хочу сказать, что не всегда это почечная колика. Это могут быть тоже такие тупые, ноющие боли, переходящие, возможно, по интенсивности, уже ближе к почечной колике. И там же расположены петли кишечника, толстой кишки. Поэтому раздувание петель кишки, нарушение моторики при синдроме раздраженного кишечника также будет давать болевой синдром. Когда в первую очередь, то есть обязательно следует срочно обратиться к врачу, если у вас возникли боли. Первое. Если эта боль острая, интенсивная, она нарастает, обязательно. Если появилась температура, если еще эта боль сопровождается частым жидким стулом, а тем более, если в стуле появляются примеси, например, примесь крови, если эта боль возникает в ночное время и мешает вам спать, также необходимо обратиться срочно к врачу. То есть есть такие вот ситуации, либо, например, изначально боль была неинтенсивная, возможно, даже монотонная, но вдруг она приобрела такой резкий интенсивный характер. Это тоже повод обратиться обязательно к врачу. Если боль сопровождается рвотами, то уже нужно обратиться к врачу. То есть это как раз те случаи, когда это необходимо делать срочно. Если же, например, вы четко знаете, что вы съели какой-то продукт, и у вас возникла боль в эпигастральной области или, допустим, в правом подреберье, прошло какое-то время, и боль утихла, это тоже повод обратиться к врачу, но, наверное, не срочно. В любом случае нужно разобраться в причинах этих болей. Самолечение всегда опасно, несмотря на то, что спазмолитики на первых этапах будут помогать. Таким образом, дорогие друзья, болевой абдоминальный синдром или боли в животе – это очень важный симптом, который говорит нам о том, что есть проблема, связанная, возможно, не только с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта, но, возможно, и с заболеваниями органов запрешенного пространства, и, в частности, мочевыводящей системы почек, или же, если эта боли локализуются в нижней части живота, это может быть и серьезная гинекологическая проблема. Не лечите себя сами. Обязательно обратитесь к врачу, пройдите всю нужную диагностику и получите квалифицированную медицинскую помощь. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин